Тема войны между двумя некогда дружественными государствами заняла почти или же почти все человеческие умы и размышления, особенно после массированной всемирной атаки злобных белохалатников. Эта тема зацепила и здравомыслящих, или вернее сказать тех, кто должен быть таковым. Но, как показала практика, многие из претендентов на звание здравомыслящих оставили свое призвание и погрязли в болото политкорректности, которому постоянно призывают с престола верховные жильцы, как и религиозные, так и политические. И не обошла эта заполитизированная мерзость оступления и нашу деноминацию. Многие наши братья и сестры сегодня живут в статусе двойного гражданства, считают себя одновременно гражданами земной страны и небесной. Но Христос, наш Господин, однажды сказал, что никакой слуга не может служить двум господам, или же в нашем случае двум державам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усерствовать, а о другом не родить. Не можете служить Богу и мамоне. Ведь согласны с этим многие. Но понимаем ли мы, о чем здесь говорит Господь? Касается ли это Его Слово только служение Господину какому-то одному? Или же и стране так же? Ведь у каждой страны свой Господин. На многих социальных интернет-платформах, на многих каналах и страничках моих братьев мощно прослеживаются государственные атрибутика, символика и лозунги, противоречащие славе Божьей, при этом сильно затеняя слабенькие порой посты на библейскую тематику. А существуют такие чаты наших братьев, где только и говорится о помощи воюющим армиям, как с одной стороны, так и с другой. Но ни слова, или же почти ни слова о Христе. О чем это нам говорит? На эти разные социальные проекты собираются многие Божьи средства, и сотнями тысяч тратятся не по назначению, предначертанным небом. А для поддержания военных действий. Один из наших братьев свидетельствовал, что когда он приехал в другую страну, то увидел, как много средств с энтузиазмом собираются на поддержку одной из двух воюющих армий. Он был шокирован подобным безумием среди своих братьев. Увидев это и поняв, в чем дело, он предложил общине собрать деньги на проект «Великая борьба в каждый дом». Но, как ни странно, на него посмотрели с удивлением и единогласно отвергнув его предложение. Видим ли мы, дорогие, что сегодня происходит в наших церквях? Полнейшие и массовые предательства Христа и принципов неба. Иван поддерживает свою армию, а Мекола – свою армию. И за всем этим стоят верховные жрецы, которые и благословляют на такие действия и сами участвуют в этом. И чем больше братья по церкви Иван и Мекола, живущие в разных и противоборствующих странах, будут поддерживать свои армии, тем дольше продлится война. А это значит, что и жертв будет больше. И проклятие кровопролития ляжет также и на семьи Ивана и Меколы и верховных жрецов, подстрекающих их к подобным неразумным действиям. Кому, братья, это выгодно? Кому выгодно поддерживать военные действия? Проснитесь, дорогие, что же вы делаете? Куда вы вливаете доверенные вам Богом средства? Куда вы используете доверенные вам Богом таланты? Для чего? Кому это выгодно и кто за этим стоит? Вместо того, чтобы исполнить миссию, возложенную и доверенную нам Христом, а миссия заключается в проповеди Трехангельской вести, для спасения погибающих для вечности, при этом, спасая других, вы спасаете и сами себя, и свои семьи. Но вместо этого многие из нас втянулись в политическую авантюру с подачи тех же верховных жрецов, набивающих себе карманы и расширяющий свой авторитет с вашей помощью. Дорогие, участие в этой авантюре наводит на вас и ваши семьи проклятие. Ведь прямо или косвенно вы нарушаете шестую заповедь закона Божьего. И к нарушению этой шестой заповеди Божьего закона «Не убей» приводит не только прямое убийство, но и поддержка рук, которые убивают. Независимо от причины, будь то защита или нападение, Христос всегда категорически был против любого, даже малейшего нарушения небесной конституции. Поддерживая военные действия любыми способами, будь то покупка оружия, армейского амунирования, продуктов питания или любая помощь в этом направлении, есть прямое или косвенное нарушение заповедей Божьих. Особенно в шестой заповеди. Из-за кафедр и на пастырских собраниях звучат слова «Будьте политкорректны», «Будьте толерантными». Значение этих модных терминов можете просадить сами, но скажу одно, что история их появления явно что от дьявола, потому что эти термины призывают к компромиссу со своей совестью и религиозными убеждениями. Но кто-то с таких проповедников задавался вопросом, был ли Иисус политкорректным или толерантным, шел ли он на компромисс со своими убеждениями ради того, чтобы не обидеть прямым вовлечением грешника. Почитайте тексты, указанные на экране. А ученики Иисуса, апостолы, пророки, реформаторы, которых сам Христос послал предупредить и обличить народ свой об отступлении, были ли они политкорректными или толерантными? Шли ли они на компромисс со своими убеждениями ради того, чтобы не обидеть прямым вовлечением грешников? Вспомните о противостоянии Моисея, Иосифа, Иеремии, Иезекииля, Даниила и его троих друзей пред нечестивыми царскими указами и постановлениями. Учили ли они тому, чтобы быть патриотами нечестивых государств под управлением нечестивых царей? Учили ли они тому, чтобы во время войны вставать в ряды противоборствующих армий, чтобы защитить тот клочок земли, где было их временное жилище? Или они учили тому, что наше жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя Господа нашего Иисуса Христа? Потому что странники мы пред тобою, и пришельцы, говорили они, как и все отцы наши. Поддерживали ли они политические противостояния между странами? Участвовали ли они в военных конфликтах Божьими средствами и дарами? Учили ли они, что надо всячески противостоять против врагов той страны, где они проживали? Или они учили, чтобы христиане всегда облекались во всеоружие Божье? Для того, чтобы можно было стать против козни дьявольских, потому что наша брань, наша война, наше противостояние не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной? А ваша брань? А ваша брань, дорогие христиане, против кого? Против украинцев? Против русских? Против белорусов или американцев? Или против духов злобы поднебесной? У вас какая война? У вас война на физическом плане? Плотская? Или же духовная? Очевидно, что если вы плотской, то война будет ваша с плотью, и помощь ваша будет плотской армии. И это в то время, когда Господь сегодня готовит свою духовную армию здесь на земле, чтобы с помощью ее нанести удар по духовному Вавилону. Рассудите, братья, дорогие, разве можем мы одновременно быть патриотами Вавилона и Иерусалима? Разве может быть у истинного патриота две отчизны? Мудрый ответит, конечно же, что это невозможно, потому что никакой слуга не может служить двум господам. Об этом мы говорили выше. Если ты христианин, и твой царь Христос, то поступай так, как поступал Христос. Иди его путем и исполняй миссию, доверенную тебе небом. Но если ты оставил миссию, пошел поддерживать убийство твоих братьев прямо или косвенно, то не лги на истину. Твой царь – сатана. А он уже побежденный враг, а значит и ты уже побежден. И горе тебе, дорогой брат, если ты ведешь плотскую войну. Но еще большее горе ожидает проповедников, проповедующих политкорректность и толерантность из-за кафедр. Именно эти действия и побуждают многих сегодняшних наших братьев к невдуманному и скрытому нарушению закона Божьего, начиная с шестой заповеди. Дух пророчества говорит, что когда проповедник начинает говорить то, что ему подсказывает его собственная фантазия, когда он говорит людям о политике, тогда он возжигает на жертвенники обычный огонь, вместо священного. Призывы к политическим действиям из-за кафедры это есть ложный огонь из сатанинского источника. И он не получает от Бога очевидного доказательства о том, что он говорит истину, причиняя тем самым своим слушателям большой ущерб. Таким образом, он бесчестит Бога. Он может посеять семена, которые пустят глубоко ветвистые корни и затем взойдут и принесут ядовитые плоды. Как могут люди решиться на это? Как они могут распространять те или иные идеи, не зная ни их точного происхождения, ни их принадлежности к истине? И когда кто-то из братьев, находясь в церкви, встал на сторону истины, пытается все-таки показать истинность состояния таковых горе-убийц, то встречают, как правило, волны, а то и цунами, упреков и даже проклятий от недовольных тех, кого слова истины обличают. Я сейчас покажу краткий ролик как один из примеров, где на подобные возражения против нарушения Шестой Западе прозвучали колки, осуждения и проклятия. Но вы пришли не в Россию рассказывать, чтобы они склали оружие, вы пришли украинцам рассказывать, что они неправильно делают, что они воюют с Россией, правильно? Знаете, в наш час, в Российской Федерации, наши братья состарь саджают за то, что они отмечаются саджают военностарь, которые вы не вы в России, чтобы протестировать с таким плакатом, когда настал мир. Почему вы не стали около путинской хаты на красной площади чего вы там не стали я вас запитал конкретно чему вы не поехали в россию там де мучить ваших братев и не стали на захист их за мир бо там все не можно робить а тут можно потому что украинская нация демократична вам дозволяют тут быть зрадниками на своей земле вы не берете участь в захисте своей батьковщины вы на этой не помогаете ничем взагалі вас это не стосуется вы тут такие все неотмиры сево вы тут такие супер духовные когда ваших братьев и сестер убивают ты же сама втекла от войны от российского агрессора а не твои братья и сестры військовые тебя защищают чтобы москаль не запахался у твою одессу он зруйнувал твою хату они твои братья и сестры військовые украины а військовые которые защищают твою одессу и твою хату они герои или нет видите такая молодая уже такая падла и ты такой самый хлопцы и девчата вам до христиан и козы до неба понимаете и это ваше кино воно дуже фарисейске воно наскільки не просто выдерывание от життя а від христовой морали христос пішов и отдав себе на смерть ради тих кого он любил понимаете наши військовые сегодня идуть захищать свою украину на то чтобы вы могли тут соби стоять у галстучках и людям мозги пудрить вы коли надавали в останній раз гуманитарку або допомогу нашим військовослужбовцам то бто вы им взагалі не вдячни вы теки своим святкам его вдячни так вы понимаете насколько далеки от христа реального реального христа от такие вы святки тут же мне жаль что вы людям баламутите голову але Бог вам судя слава Иисусу Христу шо маю сказа слава новики Богу слава Украине шо маю сказа слава Украине скажи скажи героям слава шо ты будешь трясти всего на грошу под этим видео много комментариев и почти все жесткие они пропитаны горечью злобы против тех кто осмелился восстать против военных действий и всяческой поддержки их но есть конечно же пару адекватных и один из них я приведу он начинается со слов все ж понятно свидетели не политкорректны они не подстраиваются под идеологии государства они держатся своей веры пусть и ошибочные по мнению многих они не будут кричать слава так как будет навязывать система и герой дядя в рясе за которым сила и поддержка государства и мощной церковной организации состояли бы государства из таких свидетелей решительных не брать в руки оружие людей даже готовых пойти в тюрьму за свои убеждения но хранящие их то ни одна падшая власть не начала бы войны а остальные политкорректные молча подстраиваются и даже подкрикивает лозунги как и все поэтому и убиваем друг друга зайдешь на страничку жены какого-нибудь пресвитера а там ни слова о Христе только слава стране и ненависть к врагу все слова Христа забыли он нам уже и не нужен так и во времена Христа самаряне так же как и свидетели раньше приняли Иисуса а народ Израиля то есть АСД даже с храмом своим уничтожен Римом анализируя эту ситуацию я понял что ожидает и нас за нашу же неактуальную позицию в этом случае свидетели стражевой башни еще не бьют потому что еще кое-какие человеческие права согласно конституции страны у них есть но в нашем случае у нас не будет никаких прав и за подобные упорные наши позиции согласно закону Божьему нас будут обвинять, злословить, преследовать и уничтожать иногда без суда и следствия и я понимаю и твердо убежден в том что те братья, которые сегодня пойдя на компромисс со своей совестью и религиозными убеждениями сейчас уже нарушают шестую заповедь закона Божья своими действиями или бездействиями они уже готовы нарушить и отвергнуть и четвертую заповедь закона Божьего а это значит лишь одно что таковые будут в ближайшем будущем убийцами своих братьев соблюдающих заповеди Божьи имеющих веру в Иисусову потому что они уже сегодня оправдывают свои действия или бездействия относительно кровопролития других братьев с другой недружественной страны о чем мы говорили выше горе тем, которые зло называют добром и добро злом тьму почитают светом и свет тьмою горькое почитают сладким и сладкое горьким горе тем, которые мудры в своих глазах и разумны пред самими собою зато как огонь съедает солому и пламя истребляет сено так и стлеет корень их и цвет их разнесется как прах потому что они отвергли закон Господа Саваофа и презрели слово святого Израилева зато и возгорится гнев Господа на народ его и простет он руку свою на него и поразит его так, что содогнутся горы и трупы их будут как помет на улицах и при всем этом гнев его не отвратится и рука его еще будет простерта Вавилон и Небесный Иерусалим это две разные страны два разных царя две разные идеологии две разные религии две разные армии брат патриотом которой страны ты себя считаешь и какому из двух царей ты верно служишь а патриотом которой страны ты на самом деле являешься и какому царю на самом-то деле служишь ты или патриот Вавилона с его принципами религией, политикой и армиями или патриот Небесного Иерусалима и являешься исключительно верным бойцом его армии подумай, дорогой, над этим пока ты еще жил и не забывай, над этим